Всем привет дорогие друзья! С вами Сергей Симонов и Владимир Потанин. Давно вы нас не видели, точнее именно меня Сергей снимает регулярно ролики, а я пропал на полгода и у Сергея на канале ролики со мной не появлялись и на моем канале. К сожалению это было связано с таким большим загрузом дел у меня и я не мог физически снимать. Но вот сейчас начнем снова. Как раз сегодня такой день, да. У меня тоже уже там все оборвали провода, там все в комментариях пишут, когда будет Володя Боймер, когда продолжим. Опять автомобильная тема, то есть вроде бы мы посмотрели по предыдущим роликам, людей это заинтересовывает, сегодня продолжим и много интересной информации еще донесем. Да, у тебя наверное тоже за это время скопилось всякой разной ценной такой информации. Да, очень много историй было связанных, поскольку мы сейчас шагну немножко вперед, я вам расскажу о том, чем я занялся новым своим проектом и в связи с этим появилось очень много интересных историй, правдивых из жизни, которые вам я думаю пригодятся. Ну что, погнали. Ну что, дорогие друзья, предстоит такой интересный сегодня выпуск, репортаж. Рекомендую вам запастись временем, запастись терпением, налить себе чашечку кофе или чайку, взять вкусную сладкую булочку и посмотреть этот ролик, потому что думаю будет и полезно и интересно. Ну что, Володь, расскажи вкратце, чего у тебя там интересного произошло за последнее время, чем сейчас занимаешься вообще? Ну, основной вид деятельности у меня тот же, многие, кстати, задают этот вопрос, я просто не хотел вникать, я занимаюсь там продажами, это основной мой вид деятельности, да, там оборудование такого. Я думаю, не самого интересного, в общем, в этом ничего интересного нет. Это основной источник моего дохода. А сейчас у меня появился второй источник моего дохода. И вот это, я думаю, вам будет интересно послушать. Это интересно. Во-первых, это связано с тем, что к этому источнику дохода меня опять подтолкнул Сергей. Как-то так спонтанно это получилось, потому что год назад, ну, может быть, чуть меньше, полгода назад, мы с ним сняли ролик, как выбрать бу-автомобиль. И в этом ролике я просто делился своими советами, которые у меня накопились. А потом мне в лишку постоянно стали приходить сообщения. И исходя из этого ролика, из моего канала, кто знает, что у меня есть канал по бмв-автомобилям, кто не знает точнее. Да, но я оставлю, во-первых, ссылку на твой канал. И у тебя еще группа, по-моему, там вообще какая-то сумасшедшая, у тебя там, не знаю, тысяч двести, что ли, да? Ну, там в районе 130 тысяч подписчиков. А, 130, да? Вот. И, ну, блин, люди начали постоянно спрашивать, могу ли я им... Как купить туда-сюда? Да, как купить, могу ли я им помочь. Вот именно многие... Я сначала отказывал, потому что, ну, я этим не занимаюсь, и было как-то некогда. А потом подумал, почему нет? Почему нет? Сделать такую компанию, которая будет помогать людям выбирать БУ-автомобили в Москве и в Московской области. И буквально месяц назад мы открыли группу, и народ повалил, скажем так. То есть я сам не ожидал. Изначальная была цель, вот мы это с другом затеяли, это дело, потому что он тоже хорошо разбирается, он почти там 10 лет работал в автосалонах БУ-автомобилей, то есть он принимал, продавал, на этом собаку тоже съел. И мы сделали группу, и сначала цель была 5 тысяч рублей заработать в месяц. То есть такая смешная детская цель, просто 5 тысяч рублей. Но получилось, что мы заработали намного больше, в районе 80 тысяч рублей без сайтов вообще за месяц. То есть люди пошли, стали друг другу рекомендовать, и у меня, почему я ролики не выпускал, я порой выспаться не успевал. Некогда было. Да, там моя одна работа, перемешку с этим, и нужно и за группой следить. И вот сейчас, конечно, канал я возобновлю, мне это интересно. Конечно, конечно. И это вот интересный, кстати, момент для тех, кто спрашивает, как развить свой бизнес с нуля. Вот просто была идея группы, группа переросла в канал, канал перерос вот в эту идею, и вот все так закрутилось. То есть рублей вложений было ровно ноль. Просто энтузиазм и желание. Вот так вот. Ну и опять же, самое интересное, что это еще и любимое дело, правильно? Это хобби, именно мое хобби, которое мне сейчас приносит какой-то дополнительный источник дохода, потому что если там, допустим, перебой какой-то с продажами, да, то я могу спокойно переключиться временно на это. И это друг друга подстраховывает, это плюс. Причем мы сейчас сделали сайт, он очень долго делался в связи с событиями на Украине, а у нас человек, который делал сайт, он на Украине живет. Ну ясно, да. К сожалению, сайт делался долго, и сейчас, я думаю, мы еще больше увеличим вот этот вот поток людей. Слушай, Володя, а у меня такой вот вопрос. В принципе, вот люди как бы обращаются именно вот с какой просьбой? То есть просто помочь вам, например, выехать, например, к машине, да, посмотреть, рассказать, то есть торговаться, помочь найти какие-то там слабые места, моменты, да, вот в этом в основном заключается ваша цель? Да, тут у нас два направления. Ну вообще обращение в личку, они либо просто помочь советам письменным, да, что-то объяснить. Но я людям объясняю это вкратце, потому что все это нереально объяснить. Это, по сути, целая наука, много нюансов, и отписываться не хочется, ну просто молчать, да, там, не отвечать. Ты еще сказал мне за кадром по поводу того, что сейчас участились случаи мошенничества, да, но это сейчас отдельно поговорим, вот, на эту тему, потому что я так понимаю, что машин много, много, наверное, скорее всего кредитных машин, ты об этом имеешь в виду? И об этом я сейчас очень такие интересные нюансы расскажу, я с этим столкнулся, вот буквально два-три раза нарывались те люди. Конкретно, да? Да, именно вот на одних и тех же мошенников новая такая ветка, ну она не новая, она, в принципе, всю жизнь была еще, наверное, с 90-х, но сейчас ее так... Ну вот тоже, ребята, я говорю, берите на вооружение, потому что на самом деле, ну, полезная такая информация для вас. Ну, да, лишняя она не будет, во всяком случае. Да. Вот, и люди обращаются, во-первых, либо это жители регионов, то есть им неудобно приезжать сюда в Москву, а поскольку машины зачастую в Москве дешевле, то есть это зависит от региона, и больше рынок, то есть это выгоднее. И человеку нужно сюда приехать, снять гостиницу, ездить, искать, он может и не разбираться, допустим, в автомобилях, а так ему удобно, я за него ищу автомобиль, или со своим коллегой, мы ему присылаем после каждого просмотра подробный фотоотчет, присылаем заключение, то есть если, я говорю, что машина достойная, мы продолжаем, везем ее на СТО, делаем полную диагностику, я ему все чеки предоставляю. Ну, ясно. То есть всякое мошенничество там с моей стороны, обман, он исключен, все по чекам, все оговорено. И после этого, если машина устраивает, он перечисляет залог, мы его оставляем, он приезжает в Москву и забирает. Вот так вот, смотри. И сколько по времени вот это занимает процедура вся, вот момента поиска и... Да, от машины, от бюджета и от рынка на данный момент, потому что вот была машина, до сих пор ищем, у человека в бюджете 400 тысяч, он хочет купить BMW E34. Но мы говорим только про BMW, да? В любые, в любые автомобили мы ищем, любой марки. Но так получилось, поскольку у меня такая специфика, что у меня сейчас 80% автомобилей, которые я нашел в BMW. Понятно, понятно. Ну и что в принципе сейчас самое такое популярное на рынке, что берут? Ну, вот на самом деле я удивился, когда я начал этим заниматься, что очень много заказов у меня было на шестерке. То есть вроде бы не ликвидная машина E63. Ну, буквально уже, наверное, три человека там за тот месяц только. Ну, это, наверное, еще связано с тем, что ты, во-первых, ролик снял. Да, по шестерке. Ты на новый кузов делал F13 и вот на E63 мою, да? Да, и... Может, с этим еще связано? Может быть. Те ассоциируют как-то с этим. Да, также ищет старые BMW, то есть 34-е. Вот сейчас задача, вроде 400 тысяч, большой бюджет, но человек сказал, я хочу идеальную эту машину. Потому что это уже бюджет, по сути, 39 неплохой. А он хочет именно 34 и не можем уже полмесяца найти. То одно, то второе, то есть, ну... Ну, не хочется ему покупать хлам, просто от него отвязаться и сказать, что вот эта вот машина. И пока вот долго ищем. А так, бывало, что за один день находили. Вот так. В среднем 3-5 дней вот так. Ну, и вот твое мнение, в принципе, вот, если... Лучше все-таки обратиться к профессионалам, к специалистам, правильно? Ведь лучше, пускай, там, потерять, там, какой-то процент от сделки, да? Я скажу так, ну, с моей стороны это будет звучать, может, кто-то сейчас... Нет, ты говори как есть, потому что, ну, что это, мы тебя знаем и зритель мой тебя знает. Я скажу так, что если человек вообще не разбирается, то есть огромная возможность, конечно, попасть на такую машину, что он потом пожалеет, если что он не к помощи специалистов, не прибегал. Да. Вот. И я скажу так, что пока максимальная сумма, которую в нас вложили, вот, один клиент, мы будем прям все называть суммой, чтобы это было понятно, это было 13 тысяч рублей. То есть он потратил 13 тысяч рублей на поиски автомобиля. И мы отбили до того, как поехали на диагностику, 40 тысяч на торги. И еще в районе 17 отбили, вот, и меня специально поставил задачу. Подчувствовал разницу, да. Да, свои деньги, вот, что он в меня вложил отбить, чтобы ему было приятно. То есть, по сути, для него я обошелся бесплатно, это заплатил продавец машины. Вот так. За мои услуги. Вот. Ну и, конечно, лучше обращаться, если вы совсем, конечно, не разбираетесь. Если опыт есть, пожалуйста, можете сами поискать. Слушай, ну здорово. Ну и давай, наверное, все-таки перейдем вот к конкретике, да. То есть вот ты говоришь про мошенничество. Наверняка, да и всем это интересно, потому что каждый в своей жизни сталкивается как мужчина, так и женщина с покупкой, с продажей машины. Вот все-таки какой сейчас вообще вот, на что обратить внимание? Очень внимательно нужно обращать внимание на те машины, которые продаются недорого и последних годов выпуска. Либо просто, когда автомобиль стоит подозрительно ниже рынка. Вот простая ситуация недавно была. Человек мне позвонил, он не списывался со мной в контакте, не присылал мне это объявление, то есть я его даже не видел. Он просто позвонил, говорит, надо срочно посмотреть X5. Цена, говорит, отличная, есть 70, приезжай. Я говорю, ну пожалуйста, не вопрос. Я приезжаю на Тимирязевскую метро. Они договорились уже с продавцом этой машины, что сейчас должны встретиться на Тимирязевской. Он приезжает, говорит, он меня просит тысячу рублей на счет положить, на счет мобильного телефона. Говорит, я сейчас подъеду, мне некогда, положи меня, сейчас мы, говорит, там, сторгуемся. Ну и, естественно, это обычное мошенничество, да. Ну да, тысяча рублей X5 как-то... Вас завлекают этой машиной, что у нее отличная цена, комплектация, год выпуска, она еще и на гарантии, цена ниже рынка. Вы приезжаете уже вроде бы на место, да, осмотр, в ожидании этой машины. Ну и ваш человек просит там какие-то копейки ему положить на счет, говорит, сейчас я подъеду. Вот, если вы ему не кладете... Ну это да, это как-то совсем так. Ну на самом деле на это ведутся. Ведутся, да. Люди, которые никогда не сталкивались, думали, ну мало ли, может действительно ему сейчас надо положить там тысячу рублей. И, соответственно, он либо потом выключает телефон, если вы ему сказали, как он и поступил, я сразу сказал, что это мошенник, он выключил телефон и все. Либо ему кладете тысячу рублей, он снова выключает мобильный телефон. Ну это без вариантов. Соответственно, надо просто понимать, что вы должны адекватно оценивать объявление, что такую машину в трейд-ин бы забрали за тот же миллион в течение трех минут любой автосалон. Ясно. Вот это надо понимать. И еще очень много таких объявлений встречалось тоже. Двенадцатый год, 20 тысяч пробег у F10, цена копеечная, там опять в районе миллиона. Причем это все один и тот же клиент собрал. И я ему звоню, он 20 минут рассказывал про эту машину, какая она хорошая. В итоге оказалось, что она тоже не вставала на учет, у нее была экспертиза. То есть такая машина очень проблемная, я его тоже не рекомендовал ее покупать. То есть если вы видите, что машина реально ниже рынка, что у нее какое-то слишком нереальное предложение, будьте очень внимательны. Потому что сейчас столько трейд-инов, кому нужно быстро получить деньги. Они, кстати, в объявлениях так и пишут, надо срочно продать там. Можно на каждом шагу в автосалон заехать и отдать машину свою в течение 5 минут продать. Поэтому... Слушай, а ты вот не сталкивался никогда, такая вот штука есть, как автоломбарды? Вот они и существуют. Это и есть. Да. То есть если вам надо машину продать, многие сразу ее выкупят. То есть тут же тебе дают деньги, да, и все, ты погнал. Да. Допустим, у вас машина стоит полтора миллиона, ну грубо говоря, она ликвидная. Вам дадут миллион сто, допустим, там чтобы быстро. Или миллион двести, ну по-разному. Понятно. Такая машина. И вы уедете. То есть какую-то вы наличку получили, но меньше рынка цена. Все понятно. Слушай, ну а вообще сейчас вот такая тенденция какая? Вот сейчас как бы лето, да, ты говоришь, шестерки смотрит, да, наверное, купешки. В основном. Вот сейчас только сегодня смотрели 92-й кузов, тройку. Только сейчас я приехал прямо перед этим роликом. Но на самом деле я вот сейчас смотрю, и очень много машин в плохом состоянии. Вот. Подубитые, да? Вот я не знаю почему так. Вроде и года уже порой смотришь. Вот искали С-шку там девятые, десятые года. Мерседес, С-класс. То есть, и получается постоянно наталкиваемся на машины какие-то. Ну не везло прям с этой С-шкой. Очень много пришлось поработать. И пробег небольшой, да, или что? Пробеги, во-первых, скрученные. Во-вторых, машины битые. То есть приезжаешь, там на несущих конструкциях шпаклевка. Мы, естественно, смотрим оборудованием специальным кузов, меряем. Не просто наугад там красилось, не красилось. Вот. И много машин битых, много машин неухоженных, там либо... Вот одну нашли, прям идеальная машина. 40 тысяч пробег. Один владелец. Мы ее уже повезли на диагностику, все. И я прям заметил по пути на диагностику, что у нее коробка поддергивается. А там есть такая запчасть, которая сбирается, мехатроник называется. Она не бюджетная, она в районе 50 тысяч рублей стоит. Ничего себе. Вот. И она дергалась, а она может и на таком маленьком пробеге покапризничать. Вот так вот, да. И потом оказалось, она думала, что мы хотим ее обмануть, таким образом скинуть цену. А у нее, причем это было прям с момента покупки. Она говорила, что я звонила дилерам, задавалась вопросом. А дилер немножко решил не усложнять себе жизнь и сказать, что так и должно быть. Увидел, что девушка владелец машины. Ну, несмотря на то, что девушка владелец была ни одной крашеной детали. Ни одной. Ну, а вот в целом, скажи, вот на чем, в принципе, реально можно сэкономить и здорово сбить цену, например, с продавца машины бэушной, да? Ну, вот, к примеру, ты приезжаешь, условно говоря, год нормальный, пробег небольшой. Там все вроде неплохо, там юридически чистая машина. Ну, вот сразу вот, например, там ты видишь, что, в принципе, она такая. Ну, вроде по рынку, ну, на чем можно сыграть? Ну, во-первых, надо смотреть, что за человек. То есть, бывает, что я могу даже такой прием применить, под дурака назвать цену неадекватную. И кто-то соглашается. То есть, прям сразу говоришь, на 100 тысяч меньше. Я ее там забираю. Бывало такое, может попробовать. Может прокатит. Может прокатит. И вы реально сэкономите неплохо. Потому что есть два типа людей, которые очень сильно торгуются. А есть люди, которые за 5 тысяч прям засядут с этой машины. Я 7 лет ее буду продавать, там уже инфляция больше съест от стоимости этого автомобиля. Но принципиально. Но я не скину 5 тысяч рублей, да. То есть, есть такие. Вот сейчас был простой пример. Мы приехали, но машина реально убитая. Ну, я прямо говорю, что кучу вложений в нее нужно делать. И ее цена чуть-чуть ниже рынка, там на 50 тысяч рублей. Я продавцу объясняю, что если мы сейчас вложим в нее 150 тысяч еще, она станет обычной машиной. То есть, ее цена приблизится к его конкурентам. И нет смысла брать сейчас такую машину, там заниматься ей 3 месяца, чтобы в итоге получить обычную E92. Хотя пошел и купил такую же. Да, пошел и купил получше. Это лучше занять эти же деньги, что ты вложишь. Понятно. Слушай, а цвет вообще играет на стоимость? Потому что вот говорят, что сейчас вот, соответственно, там есть такое понятие. Ну, там и раньше было как женские цвета, там мужские цвета, вот черный цвет. Вот раньше было черное на черном, бэшка. Или это тоже все ерунда? Миф опять за живое задел, он прям знает, какие вопросы подбирает. Я вот, каждое сообщение, которое мне приходит, черное на черном, черное на черном. То есть, все-таки, если вы покупаете черную машину, узнаете, что у вас это более ликвидный цвет, его проще продать. И это действительно так, и всю жизнь, наверное, это и будет, никогда это не изменится. Вот. Но надо понимать, вот мой подход такой, что я всегда машину ищу исходя из состояния. Пусть это будет лучше синий цвет, но состояние лучше. Ага. Естественно, есть очень такие цвета экстравагантные, да, которые продать потяжелее. То есть, там, красный он, к сожалению, так, ну, или к счастью. Стремный, да? Смотря для кого, опять же. Да, он хуже продается. Слушай, а вот по шестеркам я вот тоже, в принципе, столкнулся. Наоборот, говорят, что какие-то вот такие необычные цвета, они как-то... А потому что сама машина необычная. То есть, тут еще вот с этим связано, да? Да. Если это какой-нибудь Форт Мондео, вот у меня по району ездит розовый Форт Мондео. Вот реально розовый там. Я, кстати, видел такси, по-моему, какие-то тоже есть у них там. А это, в общем, краска. Я посмотрел сначала, думал, в пленке, может, на ней девочка, правда, ездит. Но продавать будет сложно. Потому что девочки не захотят на Форт Мондео ездить. И здесь нужно будет найти такую девочку своеобразную. То есть, будет, конечно, минус. Придется потерять, наверное, при продаже. Слушай, а еще такой вопрос. Вот, например, человек через вас там обратился к вам. Вы ему подобрали машину. К примеру, все устраивает. По цене договорились. Все хоккей, там оплатили, все оформили. И, например, вы там сразу определили, что вот у этой машины там существует ряд, например, каких-то неисправностей, да? Которые там нужно сделать. У вас есть, наверняка, какие-то люди, которые помогут там с запчастями подешевле где-то что-то там найти? Ну, я как сделал. То есть, у меня сейчас в группе, в принципе, есть определенные партнеры, да? Это там Янис, я его уже озвучил. Ну, тоже нормальный человек. Он так за душой подходит. Помогает. Я про него, по-моему, даже слышал. Он там единственный, кто смог определить какую-то неисправность, который в сервисном центре там. Ну, да. Много я историй слышал, да. И, пожалуйста, можете позвонить, сказать, мы из группы BMW 97. Я не гарантирую, что там огромная скидка будет прям, да? Потому что, ну, тем не менее. Все равно на запчастях, на самом деле, небольшие накрутки прям. Ну, смотря какая запчасть, конечно. А ты рекомендуешь брать оригинал? Или все-таки вот сейчас же существуют там вот те же, я не знаю, там не обязательно там какие-то основные детали, да? Но есть там те же там, не знаю, там колодки, там вот те, скажем так, расходные материалы, которые постоянно там приходится менять. Тут мы немножко от темы отойдем. Просто автомобиль, чтобы человеку было понятно. Допустим, компания BMW, она не делает весь автомобиль, да? Она не производит сама свечи, там резину, грубо говоря, аккумуляторы и так далее. Все это заказывается у сторонних производителей, да? Допустим, подвеска, это может быть лимфердер, свечи, это может быть Bosch, НЖК, там, ну, оборудование какое-то электронное. То есть, у определенных компаний все это заказывается, и в итоге собирается автомобиль. Ну, естественно, BMW что-то и сама производит там. Вот, я имею в виду вот основные такие. Понятно. Поэтому есть в интернете такие каталоги взаимо… Ну, то есть, надо посмотреть, что идет в оригинале. То есть, вот вы можете оригинальные открыть, допустим, свечи, и они будут НЖК. То есть, там будет прямо указано это. Поэтому, если вы знаете, что это качественная запчасть, то есть, что она не поддельная, исходя из этой таблицы, не поленитесь, в интернете найдите, можно сэкономить хорошенько. Вот. Но есть такие детали, которые я рекомендую исключительно оригинальные ставить. Масляный фильтр, потому что неоднократно было, что люди поставят вот эту, вроде бы, картонку какую-то, да, дешевую, неоригинальную. А запалить можно. И порвалась эта картонка и забила масляные каналы. Все. Проблемы другие. Это уже не то, что проблемы, это уже машина сама превратилась в проблему. Поэтому, проще вот на таких вещах не экономить. Я тебя понял. Минимально. Слушай, а еще вот такой вопрос, вот тоже частенько мне там задают, пишут, вот, например, там, условно говоря, загорелся у тебя чек-ин, да, там, соответственно, ехать в сервис. Вот сколько можно ездить вот с горящей лампочкой, например, там, заменой масла, условно говоря, там? Опять хороший вопрос. Вот очень много людей приобрели машины у меня, они там тоже всякие вопросы такие задают, и это частый вопрос. Есть ошибки критичные. То есть, я считаю, что критичная ошибка, если у вас пишется, что температура достигла, там, максимального, да, значения, то есть двигатель перегрелся. Ага. Я ни в коем случае не рекомендую продолжать дальше движение, то есть, нужно желательно машину погрузить на эвакуатор и отвезти ее на СТО, потому что, если вы перегреете мотор, в зависимости, конечно, от модификации, от машины, может повести голову, и в итоге вы не сэкономите вот эти вот деньги, там, две тысячи на эвакуаторе, да, которые вы пожалели. Понятно. А потом потратите в районе ста тысяч рублей, ну, в зависимости от машины, опять же. Потом, естественно, если уровень масла критичный, низкий, то есть, я рекомендую все-таки оставить машину, съездить куда-нибудь быстро, купить там канистру, даже если там течь какая-то пошла, но хотя таких серьезных не бывает прям течь, чтобы, вот, долить масло обязательно. А вот смотри, говорят, что все-таки вот, к примеру, та же самая BMW, потому что все-таки и моторы мощные, там, все, существует какой-то нормальный расход масла, там, ну, я не знаю, там, на 10 тысяч километров, там, до литра. Это нормально? Сейчас скажу. То есть, вот здесь какой нюанс? Это такой самый, наверное, злобный вопрос в интернете, BMW и расход масла. То есть, это прям обсуждаемо, всю жизнь было и будет. Многие сейчас начинают говорить, что турбированные машины должны большое количество масла потреблять, что моторы BMW должны жрать масло, и в основном это говорят те, кто ездит на хламе. Вот. То есть, лично мое мнение, вот, простой пример, мой мотор 98 тысяч уже пробег в сотки, пока он маслом не расходует. Он турбированный, две турбины у машины, никаких, вот, от 10 до 10, 8, 10 тысяч я масла не подливаю. И он нам, да. И в стиле езды себя не ограничиваю. Я знаю, что к 150 тысячам, там, к 130 может начаться расход масла. Я считаю, что нужно будет поменять там маслосъемные колпачки, ну, посмотреть, в чем причина этого расхода. Разобраться. Да. То есть, если у вас, допустим, расход масла 1 литр на тысячу, и у BMW есть такой допуск, но этот допуск был сделан для того, чтобы себя перестраховать. Это не значит, что это норма. Я лично считаю, что это не норма. Если у вас машина живет в таком количестве масла, я бы задумался о ее ремонте. Многие на этот допуск там сваливают, что BMW говорит, что так можно. Это, наверное, на каком-то супер, если на трек машину выпустите, прям в очень агрессивном стиле ездить эту тысячу, может быть даже хороший мотор съезд, но немного. И в зависимости от масла. Сейчас очень много плохого масла, некачественного. Ну, все-таки Кастрол лучше, да? Ну, наоборот, сейчас Кастрол почему-то стали сильно хаять из-за того, что он угорает, как раз многие говорят. А что лучше ты рекомендуешь? Ну, не наше, наверное, не Лукойл. Я вот сейчас пока, грубо говоря, нахожусь на том же Кастроле, потому что оригинальное масло, опять же, вот оригинальные запчасти или нет, оригинальное масло BMW – это Кастрол. Я нахожусь на оригинальном, потому что, ну, пока она его не расходует, мотор не закоксованный, масло я точно покупаю качественно, и меня все устраивает. Причем я такой бывший Кастрольщик, всегда на нем ездил, у меня почему-то не было с ним проблем. Вот, ну, очень много отзывов, не таких лицеприятных, да, что это масло, поэтому… Понятно, слушай, и вот такой вот вопрос, в принципе, тоже, вот, в похожую тему по поводу заправки автомобиля. Вот сейчас очень модная такая тема, там, типа, пульсар, типа, там, бензин с какими-то присадками, там, вот, я не знаю, на BP, там они вот, да везде, на любой заправке, там, они абсолютно вот рекомендуют брать за литр, там, типа, на рубль дороже, там, какой-то вот, ну, более, там, крутой какой-то бензин. Как ты к этому относишься? Ну, я немножко туда вернусь, про масло. Скажу, что Матюль и Мобил – неплохие масла. Ага. Ну, и, в принципе, оригинальное масло BMW тоже можно, вот, ну, с таким «но». Вот. А по поводу топлива, здесь важно еще сначала определиться именно с производителем топлива, то есть, с фирмой. Ну, я не знаю, вот, понятно, что нам топливные компании не платят, что мы такие мелкие сошки. Ну, да, ну, вот я потом тоже скажу свое мнение, потому что, вот, ну, вот, как ты считаешь? Ты тоже у тебя… Я считаю, что у меня машина турбированная, поэтому я 98-й заливаю, там, октановое число играет большую роль, чем на атмосферном моторе, то есть, на моторе, на котором турбины нет. И я заливаю Shell бензин 98-й. Угу. И вот год с чем-то я уже на нем езжу, и мои друзья все на нем ездят. Никаких проблем. То есть, у меня машина непосредственно впрыскана, там качество топлива играет тоже важную роль, поэтому я на Shell на 98-м. Перепробовал разные я заправки. В принципе, можно Look Oil, но надо учитывать, что Look Oil, у них есть так называемая, не знаю, по-моему, франшиза, и бывает, что это, как бы, ненастоящий, грубо говоря, Look Oil, скажем так, с ним бывают проблемы. Ну, Роснефть, может быть, неплохая заправка. Ну, я вот на Shell засел и не слезаю, у меня все устраивает. Ни разу не было ни по пропускам, там зажигание ничего не троило, машина ведет себя отлично, поэтому... Понятно. Ну, вот я тоже со своей стороны хочу добавить то, что вот я тоже вот сейчас вот стал заливать вот на BP, там пульсар или как он там называется, точно не знаю, и мне как-то заправщик один раз сказал, он говорит, а вы знаете, говорит, хоть он там типа на рубль дороже, то у вас все равно получается расход на 10% меньше. Я как-то не обратил внимания, а потом стал что-то замечать, что действительно это правда. Ну, с присадками нужно быть, конечно, тоже аккуратнее, потому что на разных заправках все может быть по-разному, может быть наличие что-то не того, потому что, ну, присадки это, допустим, из какого-то топлива более низкого качества получают путем добавления каких-то веществ, там, повышают его октановое число. Я считаю, что можно, но на проверенных заправках, опять же, что даже если вы будете судиться, даже в нашей стране можно на любой заправке залить не самое лучшее топливо. Поэтому вы хотя бы, вам есть с кем судиться, там, с тем же Лукойлом, BP и так далее. Ну, я тебя понял. Ну, и вот, конечно, не могу у тебя не спросить, какие у тебя планы вообще на будущее, да, то есть какие, что у тебя там в перспективе, там, не знаю, там, по развитию, там, может, своей группы, вот, BMW 97 или там, может быть, ты все-таки будешь больше уделять времени сейчас вот по продаже машин БУ, там, или какие-то еще, может быть, у интернета, да, ну, это такие, они у меня всегда стандартные, развитие группы, потому что мне это интересно, и какие-то она копейки, конечно, приносит, я ее рекламой там особо не занимаюсь так, ничего, ну, тысяч 8-10 месяцев она приносит кому интересно, и то от месяца зависит. Вот, и развитие канала дальнейшее, то есть, изначально я хотел такую суперсъемку делать качественную, там, поставленная речь грамотная, все идеально, но не получается, потому что это надо нанимать операторов профессиональных, тех, кто это будет монтировать, это другие бюджеты, ну, и время, в общем, не получается, и буду продолжать в том же духе делать тест-драйвы автомобилей БМВ, моей любимой марки, может быть, сделаю канал по выбору БУ авто, но не тех машин, как мы приезжаем и выбираем, потому что нас владельцы застрелят просто, когда мы 25 мест покажем, ну, ну, ясно, вот, и развивать, наверное, этот канал, мы уже будем показывать те машины, которые мы нашли, прямо на примере я буду все показывать, почему она хорошая и так далее. Ясно. 38-ю сниму, она мне уже снится, мне каждый день сон, это БМВ 38. Я не знаю, кто сейчас снимет БМВ Е38, хороший ролик, он, наверное, наберет миллион просмотров. Потому что в день, вот, реально, 15-20 сообщений по этому автомобилю. И она и была, эта машина, но там человек все просил, сними мою, 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 а потом взял и продал. Я тебя понял. Слушай, ну, и вот, в принципе, если к началу нашего с тобой разговора, вот тоже нашим подписчикам такое небольшое напутствие, может быть, там тоже у нас и аудитория там молодая смотрит, ребят много тоже постоянно пишут, там, как вот себя найти, на чем заработать. Да вот, вот простой пример, да. Можно найти какие-то альтернативные источники дохода, вот как Владимиров, соответственно, сделал. Развивайте свое хобби, то, что вам нравится, что вы умеете хорошо делать. Каждый из вас, кто-то сейчас может фотографировать хорошо, кто-то рисовать, и вы даже сами не подразумеваете, что в итоге это может превратиться в ваш источник дохода. Вот именно, да. Потому что многие пишут, да, это все ерунда, там, туда-сюда. Нереально заработать, да. Вот не ерунда. Вот человек сидит перед вами и рассказывает, там, вполне конкретные и абсолютные, да. Группа 0 рублей, создание группы 0 рублей, создание канала 0 рублей, создание группы по выбору БО авто 0 рублей. В итоге... В месяц доход уже, наверное, 30, а может и побольше. Ну, канал, прямо скажу, там, тысяча 3-4 приносит немного, и то меньше даже. Сейчас уже спадает, потому что я больше ничего не снимаю, там, может, долларов 50 вообще. Группа вот 10, я говорил. Ну, и вот проект «Ниткарсон», он, естественно, в зависимости от месяца. Да. Вот этот месяц хуже, чем предыдущий. Вот. Тут будет зависеть, когда еще сайт запустится, то будет... Еще шевельнет немножко. Увеличится. Но сумма вложений смешная, поэтому, пожалуйста, если вы фотографией, допустим, занимаетесь, развиваетесь в этом направлении, там, рисуете или еще что-то, ремонт, может, хорошо делаете. Ну, опять же, я говорю, вот тот же интернет, там, многие пишут, там, где, как, что, вот я живу там в каком-нибудь, там, не знаю, в захолустье, там, нет ничего. Ребята, вы даже не представляете, что такое интернет. Вы сидите за огромным оружием, то есть, которое поможет вам заработать, там, неограниченное количество денег. Конечно. И вот вам просто реальный, простой, банальный пример, вот, как бы, во что он выльется просто. Да многие блогеры, все, кто начинали, все, наверное, думают, вот они прям сидели и чесали руки, сейчас деньги придут. Многие начинали, просто им нравилось это. Хобби? Это хобби. А потом раз, хобби приносит денежку и можно уже даже своей, допустим, работой больше внимания уделять хобби и больше зарабатывать. Может быть. Согласен. Ну, что, в принципе, я тоже вот благодарен Владимиру, то, что нашел время. Мы, видите, как совпало, что я в Москве, он в Москве. Так вот удачно встретились, записали ролик. Ребят, пишите в комментариях по поводу того, может быть, есть какие-то вопросы к Владимиру. Я оставлю ссылочку на его группу, на его канал. Пишите, обращайтесь там, кто, может быть, себе захочет поменять тачку, купить там, не знаю, еще что-то такое. Потому что я тоже люблю марку БМВ. В принципе, нас это и объединило, и связало. И Ванамаз тоже вот с нами там. Мы вместе ездили, делали обзоры. Я думаю, что, может быть, и в ближайшее время мы с Ваной что-нибудь замутим вместе. И Володю тоже пригласим. Поэтому продолжение следует. Оставайтесь на канале. Всем добра и позитива. Все, чао, пока. Пока.